Нужно помнить, что в социальных сетях работают не просто какие-то психологи мифические, работают специалисты Центра киберкомандования НАТО, который, кстати, сейчас находится на Украине. Откуда такая информация? Ну, это можно почитать. Есть закупки, которые производятся для киберкомандования на Украине. Ведь я же повторяю, всегда американцы большие молодцы, у них все протоколируется. Все можно найти, если знать, где искать без взлома, без хакинга. Открытые документы. То есть, как госзакупки. Ну, да, оно и есть. Госзакупки, Минобороны. Вот они там закупили для Центра киберкомандования на Украине. Зачем это делается? Ну, потому что так лучше. Потому что украинцы ближе нам по менталитету. В основном все русскоговорящие. Что было перед Майданом? Даже в наших социальных сетях ВКонтакте появлялись. Ну, потому что она была достаточно популярна на тот момент на Украине. Сидит этот специалист. У него там 150 тысяч аккаунтов. Ну, не 150 тысяч. Сколько человек там может ввести аккаунтов? 15-20. Это вполне достаточно. Плюс, если у него под управлением какая-нибудь нейросеть, ну, значит, соответственно, они будут копировать, более-менее изменяя поведение этих 15-20. Он сначала заходит под украинцем. Начинает. Вот, там русские вы все там. Потом москаляку, нагеляку. Потом он заходит под русским. Типа, вы там тоже нехорошие. Потом заходит еще под кем-нибудь. Вообще там под представителем кавказских каких-нибудь республик. А вы там все эти-эти. А по сути, один человек сразу три стрима задает. Вот и все. Сидят в группах с мамочками и прочее. То есть, всегда.